Итак, ссылки на скачивание я разместил в описании программовой. Будем считать, что уже скачали и установили. Поэтому, пожалуй, с чего следует начать сразу же после того, как программа была запущена, это с настроек. Как Edit Preferences. Первое, что бросается в голову у всех, это, наверное, русский язык. Его можно выставить вот здесь. User Interface. Language. Russian. Русский. Но я намеренно не стану этого делать, потому что очень многие пользователи переходят после Wings 3D на другие программы, более профессиональные. Ну и там, как правило, все на английском. Переходить с английских терминов на английские проще, чем с русских на английские. Да и вообще даже в том же самом Series Editor большинство терминов на английском. Поэтому я, пожалуй, тоже буду на английском работать с этой программой. Далее, что я лично себе выставил, и вам тоже советую выставить, это цвет выделения. Вот стоит желтый. Выставив этот цвет в желтый, мы получаем, как в Series Editor, фактически желтое выделение полигонов. Ну, просто так привычней. Для меня, я не знаю, как для вас, вы можете это не делать. Чтобы изменить этот цвет, я просто нажимаю на него, и выскакивает вот такое слегка непонятное окно с выбором цвета. Мы можем либо выбирать его по системе RGB, либо по системе HSV. Ну и в RGB добиться чего-то желанного, конечно, будет тяжеловато. Поэтому я расскажу подробнее про вот эту вот штуку, которая на самом деле, вот эти три ползунка, это фактически то же самое, что и в серьезном движке. Вот этот вот прикол, там где у нас есть сам цвет, его количество и его светлота. То есть, допустим, я хочу получить розовый, я делаю так, темно-розовый будет. Ну, соответственно, для того же самого эффекта Wings 3D, вот в таких вот окошечках, там где нужно выбирать цвет, я сначала выбираю сам цвет, пускай это будет голубой или там фиолетовый, не знаю. Допустим, я хочу темно-фиолетовый, вот эта темнота цвета и вот эта насыщенность цвета, то есть от более насыщенного к более, так сказать, бесцветному, более серому. Ну, у меня стоял желтый, поэтому я поставлю его назад и просто нажму Cancel. Ну, фактически больше ничего здесь настраивать вам пока что и не нужно, все и так сделано, как есть. Теперь перемещение в трехмерном пространстве. Все очень просто, я нажимаю среднюю кнопку мыши и не удерживая ее, можно поворачивать обзор. Для того, чтобы перемещаться, я нажимаю один раз кнопку Q, английскую, на клавиатуре и не удерживая ее, можно перемещаться. Чтобы опять перейти в режим поворота, я еще раз нажимаю Q и опять поворачиваюсь. Увеличение, уменьшение, это надо зажать среднюю кнопку мыши, можно увеличивать, уменьшать обзор. Ну, или просто использовать для этого колесико, вот так. Когда перемещение завершено, я нажимаю левую кнопку мыши и возвращаюсь в привычный режим. Можно в любой момент вернуться к исходному расположению, если вы куда-то сильно далеко переместились, быстро переместиться в исходное положение, это английская кнопка R на клавиатуре. Вот. Теперь, собственно, можно перейти к созданию какой-то самой простейшей модели. Ну, первое, что мы хотим сделать, это самый простой кубик. Вот. Забыл сказать, что все, что вам нужно в Wings 3D, почти что все, добывается нажатием правой кнопкой мыши. Вот так. Поэтому я создаю кубик. Вот. Ничего нет проще. Ну, и теперь мы, конечно, хотим увидеть его в Serious Modellerie. Или Modellerie. Для этого нужно сделать EV-мэппинг. Это, на самом деле, штука не такая простая, к ней мы подойдем попозже. Поэтому я просто скажу, какая должна быть последовательность действий для самой первой модели, вот этого простого кубика, чтобы, ну, быстро и сразу получить его в Serious Modellerie. Я выделяю верхний полигон и нижний полигон. Нажимаю правую кнопку мыши. Тут есть пункт меню EV-мэппинг. Его я нажимаю правой кнопкой мыши. Надо запомнить, что именно правой. Появляется еще одно окно. Тут я жму Ctrl-A. Ну, или не обязательно. Можно вручную выделить просто эти два полигона. Не зажимая Shift, просто подряд классно два полигона. Опять правая кнопка мыши. Continue. Projection Normal. Ну, и появится вот такое окно. Его можно сразу же закрыть. И вот Windows Outliner надо нажать. Тогда появится такое окошко. Я потом все это объясню подробно. Просто сейчас хочу рассказать, как сделать самую первую, самую простую модель. В этом окошке Outliner находим материал, который заканчивается на AUV. Три буквы. И нажимаю правой кнопкой мыши Rename. Переименовать его нужно во что угодно. Хотя бы вот так. От фонаря. То же самое я делаю с этими двумя полигонами. Опять переименовываю то, что тут появилось с тремя буквами AUV на конце. Как попало, переименовываю. И вот эти два полигона последние, которые у нас остались. То же самое я делаю. Вот. Трижды я проделал одну и ту же операцию. Трижды переименовывал материалы, которые вот тут у нас появляются. И теперь можем сразу экспортировать этот кубик, чтобы импортировать его в сервис модели. Для этого я нажимаю File, Export. Тут есть строка 3D Studio 3DS. Это самый оптимальный формат для экспорта из Winx 3D в серьезного СЭМа. Поэтому я его и выберу. Но я нажму не просто на 3DS. Нужно нажать вот на этот прямоугольник. Потому что тут есть одна тонкая настройка. Вот тут по умолчанию стоит галочка. Но ее лучше снять, потому что тут у нас написано Swap Y and Z Access. Это означает, что если галочка стоит, то модель при экспорте повернется на 90 градусов. Честно говоря, не знаю, зачем это делается. Но я уверен, что никто не хочет, чтобы его модель как-то без его согласия просто так поворачивалась. Поэтому обычно я вот это вот снимаю. Но вот эти две галочки пускай стоят. Я нажимаю ОК. И как-то называю свою модель как угодно. Вот она сохраняется в формате 3DS. Нажимаю Сохранить. В Service Modelerio остается нажать Новый файл. Найти эту самую, то что мы сохранили. Наверное, вот эта вот она. Нажимаю Открыть. И вот готовая наша самая первая модель. С UV Mapping все в порядке. Мы можем спокойно наложить на нее любую текстуру. Но эту текстуру плохо заметно. Поэтому я наложу какую-нибудь другую. Чисто от фонаря. Любую какую-нибудь. Мы видим, что текстура по крайней мере легла не размыто. Это значит, что все правильно. Но я думаю, что кубики вас вряд ли устроят. Поэтому мы будем делать какие-нибудь более сложные модели. И я скажу, что к UV Mapping мы придем уже гораздо позже. А для начала, собственно, будем разбираться с построением геометрии. Поэтому это я не сохраняю. Нажму File New. Меня спросят, хочу ли я это сохранить. Нет, я не хочу сохранить кубик. И, пожалуй, я сделаю модель какого-то очень простого. Типа как вездехода на шести колесах. Который я когда-то видел в старом номере журнала «Наука и жизнь». Не помню, какого советского журнала. Ну, с чего следует начать? Это опять-таки с кубика. Но каждый раз нажимать для этого правую кнопку мыши и выбирать кубик – это, конечно же, дикий и померный человеку труд. Поэтому вот здесь вот пишут, что можно просто нажать кнопку «С» на клавиатуре. Нажимаю «С». Появляется такое окошко с параметрами кубика. Я ни на что это не смотрю. Просто нажимаю «Ок». Есть кубик. Как правило, все модели начинаются с чего-то вот такого простого. Если не с кубика, то с шарика или с цилиндра. Теперь, раз уж мы взялись делать вездеход, то, я думаю, очевидно, что он будет симметричен. Ну, его левая часть будет такой же, как и правая. Выражаясь понятным языком. И вот тут у нас внизу находится ось «З». Как мы знаем, в серьезном движке перед модели должен быть направлен по оси минус «З». То есть вот в том направлении, куда я оказываю мышкой. Значит, вот здесь, где я провожу мышкой, должна быть ось симметрии. Но просто так симметрии не добиться. То есть, если я возьму какой-то один полигон, начну его двигать, сразу получится что-то несимметричное. Но у Wings 3D есть очень удобная штука, которая позволяет сделать эту самую симметрию. Для начала я обрежу кубик с одной стороны. Сделаю только, чтобы была половинка от этого кубика. Как я уже говорил, все нужные нам команды есть при нажатии правой кнопкой мыши. Но я не буду просто по очереди подробно описывать каждую из этих команд, а я наглядно покажу, как их применять. Потому что в том же самом set2 и set3 есть достаточно, так сказать, немного команд. Но из-за того, что довольно мало людей понимают сам алгоритм работы с этими командами, возникают трудности. А я постараюсь объяснить именно алгоритм. Значит, что мы делаем? Выбираем вот эти вот грани. Если они так просто не выбираются, то, вероятно, вам нужно войти в режим выделения грани. Он... вот этот вот режим. Я на него нажал. Как видите, у нас всего есть 4 режима. Это точки, вертексы, грани, полигоны и, собственно, объекты. Когда ничего не выделено, то обычно мы можем выделять одно из трех. Либо полигоны, либо вот грани, либо вертексы. Умный Wings 3D сам поймет, что мы начали выделять. Но в некоторых старых версиях Wings 3D вот такой возможности, чтобы выделять одно из трех, нет. Ну, она обычно включалась там через настройки. Поэтому, если у вас не получается выделить грань, то вы входите в режим выделения грани. Итак, мы начинаем выделять. Вот те, которые находятся перпендикулярно оси Z. Но, конечно, это очень сложно, выделить подряд 4 грани. Поэтому я сделаю вот так. Я выделю одну и нажму на клавиатуре английскую кнопку G. Вот. Эта команда называется «Выделить кольцо грани» или «Select Edge Ring». На самом деле в менюшке это тоже команда есть. То есть я выделил одну грань, нажимая правую кнопку мыши и вот на эту стрелочку в кружочке. И тут где-то должно быть «Edge Ring». «Edge Ring», «Edge Ring». И вот тут нету. Значит, нужно зайти вот здесь в меню «Select», выбрать «Edge Loop». И тут есть «Edge Ring». Вот. Выделили. Теперь мы хотим соединить эти грани еще одной гранью, которая разделила бы наш кубик вот так вот пополам. Конечно, это можно сделать нажатием правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Connect». Но, опять-таки, это очень сложно. Поэтому достаточно нажать кнопку C на клавиатуре. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда ничего не было выделено, кнопка C делала нам кубик. Но когда у нас выделено несколько граней, кнопка C делает совершенно другое. Вот сейчас я ее нажимаю. Что у нас получилось? Это выделенные грани были соединены еще каким-то количеством граней, которые разделили кубик на две части. Теперь я забыл сказать очень важный момент. Для того, чтобы снять выделение с чего угодно в Wings 3D, достаточно просто не нажимая Shift, ничего не нажимая. Ну, еще раз класснуть поэтому. Но, опять-таки, это очень сложно. Есть кнопка, которой можно снять выделение сразу со всего, что выделено. Это кнопка «Пробел». Я нажимаю «Пробел», сразу снимается выделение. И сразу включается режим, в котором я могу выбрать либо полигоны, либо линии, либо точки. Теперь я хочу убрать одну половину этого кубика. Для этого я выделяю вот этот полигон. И теперь я хочу быстро и удобно выделить вот все эти четыре полигона, которые его окружают. Но это будет, опять-таки, слишком долго. Можно это сделать таким образом. Через менюшку, select. Тут есть команда more. Так оно выделит несколько полигонов, которые его окружают. Но есть и на клавиатуре кнопка, которая это делает то же самое. Это нам плюс. Плюс на дополнительной клавиатуре. Ну, или просто плюс. Можно несколько раз нажать, и тогда оно будет поочередно больше полигонов выделять. Есть кнопка минус, которая делает обратное, как несложно догадаться. Но вот нам надо выделить именно вот эти вот пять штук полигонов. Теперь команда, которая вам нужна, это команда dissolve. Она находится здесь. Опять-таки, я предпочту нажать backspace на клавиатуре. Вот тут пишут, что достаточно нажать backspace. Когда я нажму backspace, исчезнет половина кубика, который мы выделили. Собственно, это и делает команда dissolve, которая в переводе с английского называется «растворить». Теперь, когда у нас есть половина кубика, мы можем сделать ее симметричной. Для этого вот этот центральный полигон должен быть выделен. И я нажму вот эту кнопку. Она фактически идентична нажатию меню Tools. Но я нажму ее вот здесь. Нажму правую кнопку мыши и вот эту кнопку. И тут будет пункт Virtual Mirror. При его нажатии возникает еще одна менюшка. И я нажимаю Create. Вот. Вроде бы вернулся в первоздание состояние наш кубик. Но теперь я вам покажу одну интересную особенность. Теперь, когда мы выделим одну какую-то половину, ну, полигон на любой его половине, выделится такой же на второй его половине. И если я буду двигать любую часть одной половины, вторая часть будет двигаться симметрично. Это очень удобно. Ну, как двигать я вам очень скоро покажу. Теперь, когда мы сделали, собственно, симметрию, можно приступать к этому самому вездеходу, о котором речь была в самом начале. Для начала, наверное, верхушка этого кубика не должна быть такой большой по сравнению с основанием. Ну, с этого и стоит начать. Я нажимаю кнопку Y на клавиатуре, и это дает нам вид сверху на нашу модель. Можно посмотреть на нее в ортографической проекции, нажав кнопку O. Или вот на эту вот кнопочку. Ортографическая проекция – это фактически самая обычная аксонометрия, когда нет никакой перспективы на модели. Посмотреть на нее со стороны любой оси можно, нажав, соответственно, на кнопку X, Z или Y. Сейчас я смотрю на модель сверху в режиме ортографии. И я хочу уменьшить вот этот выделенный полигон. Для этого я нажимаю правую кнопку мышки, и либо я могу уменьшить его вдоль какой-то оси или увеличить, либо я могу по всем размерам его уменьшить или увеличить, либо есть такая команда, как Scale Radial, возможно, мы потом до нее доберемся. Я выбираю Scale Uniform, нажимаю левой кнопкой мыши, курсор пропадает, и когда я ввожу мышью влево и вправо, происходит вот это. Изменяется размер этого полигона. Ну и теперь я его подвину чуть-чуть туда, по оси Z. Для этого я нажимаю правую кнопку мыши, Move Z. Ничего нет проще. Опять я двигаю влево-вправо, двигается этот полигон. Теперь можно выключить ортографию, посмотреть, что у нас получилось. Вроде бы ничего интересного. И, пожалуй, самое время начать добавлять какие-то дополнительные полигоны к нашему уже почти вездеходу. Для этого я выделю все вот эти вот ребра. Ну, стоп. Я проделал лишнюю работу. Можно было выделить одно, нажать кнопку G. И тогда выделятся все параллельные ребра к выделенному. И теперь я нажму кнопку C, чтобы тут у нас появилось еще одно ребро, которое их делит. Вот так, C. И когда у нас выделено вот это вот новое колечко ребер, я нажму правую кнопку мыши и Scale Uniform. Посмотрим, что же будет. Я вожу мышкой вправо и увеличивается вот этот размер. Да. Уже что-то очень отдаленно напоминающее кабину вездехода. Теперь я подвину вот эту линию чуть вверх, просто потому, что я могу. Эту чуть вниз. Я выделяю ее, нажимаю Move, Y, подвигаю вниз. Ну и чуть вперед подвину вот эту часть линий, две линии. Move Z. Итак, это уже почти кабина. Теперь вездеходу чуть-чуть не хватает кузова. Кузов, пожалуй, растет отсюда, вот из этой части. Для того, чтобы получился кузов, нам нужно вытянуть эти два полигона. Но если мы их просто подвинем, ничего хорошего не получится. Поэтому нажимаю, пробую кнопку мыши, и есть такая команда, как Extrude. Мы видим, что с краю от нее есть точечки. Когда с краю от команды в меню есть точечки, это означает, что нажав ее, у нас будут еще какие-то дополнительные опции относительно того, как именно эту команду применять. Мы нажимаем Extrude, и появится такое новое меню. Тут я выбираю либо Extrude Normal, Free, ну и Ossi. Это мы выбираем направление, в котором будет проводиться экструзия. Но мы просто хотим отодвинуть его по оси Z. Поэтому я нажимаю Z, и ввожу мышью к лево, вот так вот вытягиваю эти полигоны. Вытянул. Теперь, как-то некрасиво смотрится вот этот конец кузова. Я считаю, что эти полигоны должны быть наклонены чуть под другим углом. Для этого я выделю вот эту грань, и подвину ее опять по оси Z, но в другую сторону. И уменьшу ее размер, Scale Uniform. Вот так. Довольно примитивно, но нам сейчас и не нужно делать чего-либо сложного. Пожалуй, эту грань тоже можно слегка уменьшить. Вот так. Что-то уже отдаленно напоминающее вездеход. Пожалуй, можно еще пару граней добавить. В основном моделирование всегда сводится к добавлению новых полигонов, удалению ненужных. С удалением мы потом разберемся. Теперь я выделю вот так кольцо грани. Нажму еще раз C и Scale Uniform. Вот так. Теперь я покажу еще одну команду, которая называется Bevel. Очень полезная и любимая новичками команда, которая позволяет выделенную грань вот так взять и срезать. Это очень удобно применять к граням, потому что во многих прогах для моделинга мы можем применить это к граням только целого выделенного полигона. А здесь можно к непосредственным граням применять эту команду. Тут я тоже применю Bevel. Bevel это, если я не ошибаюсь, в переводе с английского означает срезать. Теперь что я сделаю. Мне бы очень хотелось, чтобы между вот этими двумя точками была еще одна грань. Но ее здесь нет. Опять-таки, точно так же, как и для граней, когда у нас выделено несколько вертексов, есть команда Connect. И тоже буква C ее вызывает. Поэтому я выделил два вертекса. Эти два выделились автоматически, потому что у нас симметрия. Я нажимаю C. Появилась новая грань. А вот эту грань я теперь могу подвинуть чуть-чуть по оси Х. Сюда. Вот такой неказистая у нас заготовка. Вездеход. Ага, капот еще надо сделать. Конечно. Капот опять-таки я сделаю экструзией. Так же, как я сделал кузов. Extrude. Зет. Ну и желательно его чуть-чуть уменьшить. Scale Uniform. Вот так. А это чуть подвинем по CZ. Итак, какие еще команды здесь следует показать? Собственно, как я уже говорил, создание любой модели сводится к добавлению полигонов. Добавлению полигонов путем разделения, экструзии, прочих веселых методов. Вездеходу не хватает колес. Колеса я добавлю новым объектам. Но для начала я перейду в режим объектов и перемещу кузов вездехода чуть-чуть вверх. Не обязательно нажимать сюда. Достаточно нажать кнопку B английскую на клавиатуре. Можно выделить весь объект и подвинуть его слегка вверх. Вот так. Теперь можно делать колеса. Я нажимаю правую кнопку мыши. И на этот раз мне нужен цилиндр, а не куб. Бираю цилиндр. Он повернут совсем не так, как должно быть повернуто колесо. Я опять перехожу в режим выделения объектов. B. Выделяю его. Нажимаю правую кнопку мыши и Rotate. Rotate это, как несложно догадаться, поворот. Но нам надо повернуть его согласно оси Z. То есть ось Z в данном случае это будет центр поворота. Поэтому нажимаю Z. И пока я не начал поворачивать, я зажимаю Shift. Поскольку я зажал Shift, цилиндр будет поворачиваться на фиксированное значение углов, а не как попало. Итак, этот цилиндр мы повернули. И теперь хочется из него как-то сделать такое здоровое колесо. Для начала, пожалуй, колеса у нас тоже будут симметричными, разве нет? Но об этом потом. Сначала сделаем одно колесо вот здесь. Подвину его по оси X. И соответственно уменьшу по оси X, чтобы у нас было колесо, а не бочка. Scale Axis на этот раз и выбираю. И ось X. Вот я его уменьшаю по оси X, этот объект. Получилось, ну, уже почти колесо здоровое такое, подходящее вездеходу. Подвину его чуть-чуть по оси Z. И теперь какую-нибудь такую детальку здесь надо сделать, чтобы было хотя бы отдаленно понятно, что это колесо. Теперь вот такая интересная особенность Wings. Это если вы выделили, допустим, полигон, а затем перешли в режим выделения граней, то у вас останутся выделенными все те грани, которые окружали полигон. И наоборот, если у вас были выделены грани, и вы перейдете в режим выделения полигонов, у вас будут выделены все полигоны, которые были рядом, ну, касались этих граней. Точно то же самое относится к режиму выделения вертексов. Если вы выделили полигон, нажали вертексы, у вас будут выделены все вертексы этого полигона. Вот так. Ну, это мы уходим чуть-чуть не туда. И опять-таки выделяю этот полигон. И я хочу бевелом обрезать вот чуть-чуть все эти вот окружающие его грани. Да и вот для этого, пожалуй, я тоже самое хочу сделать. Вот я их выделил. Нажимаю правую кнопку мыши и команда бевел. Вот так получается. Теперь, чтобы это было еще более похоже на колесо, здесь я проделаю следующее. Выделю этот полигон. И есть такая команда, как inset. Inset нам делает меньшую копию полигона внутри самого полигона. Вот так. Ну, возможно, не совсем понятно, как это происходит на примере круглого полигона. Это можно делать на любом, на квадратном, на треугольном. Вот я тут нажму inset. И будет такое кривое окошко у нас. Теперь я нажму extrude. Extrude и normal. Normal мы еще не пользовались. Эта команда задвинет окно ровно по направлению его нормали. Вот куда смотрит полигон, туда мы его и выдвигаем. Вот так. И кто-то мне сразу скажет, что модель получается дико кривая. Это плохо. На что я отвечу, что в любой момент времени мы можем выровнять любую часть модели по интересующей нас оси. Вот допустим, я выделяю этот полигон. Но я хочу его выровнять по оси Z. Нажимаю правую кнопку мыши. Flatten. Ось Z. Вот, пожалуйста, выровнен по оси Z. Так можно с любыми полигонами это проделать. Нажму undo. И вообще-то сейчас мы не говорим о какой-либо особой детальности. Поэтому это только так. Наброски модели. И вполне оправданно для них быть такими кривоватыми. Вот так. Уже в процессе детализации эта кривость будет постепенно исчезать. Будут появляться какие-то там свистелки, переделки на нашей модели. И все происходит постепенно. Как я уже говорил, с добавлением новых и новых полигонов. А так вернемся к колесу. Мы проделали тут команду inset. Теперь я проделаю экструзию. Extrude normal. Тут можно выбрать либо normal, либо X. Потому что полигон смотрит, как мы видим, ровно по оси X. Но я выберу normal. И можно либо выдвигать его наружу, но я хочу его задвинуть вовнутрь. Вот так. Чтобы это было кое-как похоже на покрышку, так сказать. Теперь что я сделаю? Надо, чтобы как-то цеплялось это колесо к нашему вездеходу. Из журнала науки и жизни, который бессовестно украли создатели игры Mass Effect. Для этого я проделываю inset здесь, но гораздо сильнее. И вот такого где-то диаметра будет ось нашего колеса. Почему ось? Потому что я сейчас экструдом сделаю эту самую ось. Вот так. Но она будет только досюда. Почему? Потому что здесь я тоже проделаю inset. Но после этого, после того, как я проделал inset, здесь будет одна небольшая хитрость. Я забыл упомянуть, если вы хотите навести центр вращения экрана на какой-то конкретный элемент. Допустим, я хочу приблизить вот сюда. Но если я нажимаю приближение, меня приближает куда-то, куда мне неудобно. Вы выделяете этот элемент, будь то объект, вертекс или грань, или что угодно. Выделяете его. Есть такая команда alignToSelection. Ну или лучше пользоваться вот этими двумя. Либо IME, либо HighlightAIM. HighlightAIM автоматически назначена на кнопку А на клавиатуре. Поэтому вот я выделил что-то, и я нажимаю на клавиатуре английскую кнопку А. Вот. И выделенный предмет разместился ровно по центру вращения. Поэтому, когда я покручу колесо мыши, я вот ровно к нему приближусь. Если я хочу что-то другое редактировать, вот допустим, вот этот вертекс я выделил, нажал кнопку А. И я приближаюсь уже к нему. Вернемся к нашему колесу А. И вот выделен полигон, с которым я проделал этот самый инсет. Что же будет дальше? Теперь я хочу, чтобы внутренний полигон был не меньше внешнего, а наоборот больше. И увидите, зачем это нужно. Я нажимаю Scale Uniform. Получилась вот такая вот бяка. И еще разок экструзия. Normal. Вот. Получилось вот такое расширение оси колеса. Пожалуй, их само колесо следует подвинуть чуть-чуть по оси Х. Вот так. И что нам остается сделать? Это палка, на которой будет держаться это колесо. Ну, прямо как в Mass Effect, по-моему. Или оно там не так, или это в журнале «Наука и жизнь». Уже плохо помню. Для этого мы выделим верхние полигоны вот этого расширения оси. Кстати, если вы зажмете левую кнопку мыши, ну, естественно, вы можете выделять то, что еще не выделено. Если вы зажмете левую кнопку мыши и будете таким образом снимать выделение, то новые полигоны не станут выделяться с зажатой левой кнопкой мыши. Только будет сниматься выделение. Ну, это, собственно, можно самому до этого как-то докопаться. Я продолжу то, что я начал. Вот я выделил 8 штук. Мне пишут, то есть, верхние полигоны этого вот кусочка. Теперь, что я делаю? Нажимаю правой кнопкой мышки. Я хочу их экструдировать вверх. Extrude Y. Вот так. И сразу видим, что получилось что-то очень некрасивое. Для начала, что следует сделать, это выровнять вот этот кусочек, который мы экструдировали. Правая кнопка мыши, Flatten, я уже говорил об этой команде, Y. Она выровнена по оси Y. Теперь, что здесь можно заметить, это куча лишних граней, которые нам ничего хорошего не принесут. Нам нужно убрать лишние, неинтересующие нас грани. Мы их выделяем. Вот эти грани нас тоже не интересуют. И я нажимаю Backspace. Пожалуйста. Не осталось их. Теперь я хочу с этой стороны проделать то же самое. Убрать ненужные, неинтересующие меня грани. Их выделяю. Выделяю здесь. Это же нам тоже не нужно. И вот это. Backspace. Осталось убрать вот это. Но я хочу обратить ваше внимание, что когда я уберу грани Backspace, останутся вертексы от этих граней. Поэтому, вероятно, здесь следовало поступить чуть-чуть по-другому. Когда эти грани были выделены, следовало перейти в режим редактирования вертексов и нажать Backspace. Тогда удалятся сразу и вертексы, которые нам не нужны. И получится вот такая вот аккуратная штучка. Такая палка, на которой держится это колесо. Останется только подвинуть ее вверх по оси Y. Вот так, чтобы оно где-то так держалось. Ну и мы хотим, наверное, продублировать это колесо. Вот мы смотрим на него со стороны оси X. А если я нажму Shift-X, то мы смотрим со стороны минус X. Включу режим ортографии. В принципе, это не обязательно, просто мне так удобнее. Перейду в режим выделения объектов. Вот. И продублирую командой Duplicate. Это колесо. Я нажимаю Duplicate. Выбираю ось. Меня интересует ось Z. Вот так. И еще одно. Потому что у нас будет шесть колес у нашего кривого калечного вездехода. По оси Z. И отключаю ортографию. И смотрю, и сразу понимаю, что чего-то не хватает. Наверное, так он ездить не будет. Но, опять-таки, нам на помощь придет виртуальное зеркало, которое есть вот в этом вездеходе. Для начала мы его разломаем. Потому что так оно просто работать не будет. Если мы добавим к нему эти колеса. Но ломать своими руками мы его не обязаны. Потому что оно сломается даже автоматически. Когда мы добавим эти колеса к объекту кузова вездехода. Так, смотрите. Я перешел в режим выделения тела. Я выделяю все колеса. И выделяю наш вездеход. Собственно, не обязательно было вручную это все делать. Можно было нажать Ctrl-A. Вот. Правая кнопка мыши. Нажимаю комбайн. Эта команда объединит все существующие объекты. И вот в результате этого комбайна, как я уже говорил, виртуальное зеркало сломалось. Его можно было сломать вручную командой Virtual Mirror Break. Но теперь мы хотим наоборот воссоздать его заново. И как мы видим, колеса тоже были отражены в этом виртуальном зеркале. Потому что теперь колеса это часть объекта кузова. А в кузове есть виртуальное зеркало, которое отражает эти самые колеса. Ну, дальше еще очень долго можно модернизировать этот вездеход по вашему вкусу. Можно добавлять новые интересующие вас в любых местах грани. Scale Axis X. Собственно говоря, обучение Wings 3D во многом строится на эксперименте. Потому что фактически все, что вам нужно, как я уже много раз говорил, находится при нажатии правой кнопкой мыши. Вот так. И таким образом, если вы даже просто будете пробовать всякие разные команды, вы довольно быстро научитесь хорошему такому, ну, среднему, более-менее моделированию на уровне архитектуры первого серьезного СМ. Я просто стремлюсь показать базовые навыки и алгоритмы, которые следует знать при моделировании. Ну и, пожалуй, на этом урок первый подходит к концу. Я закончу это тем, что нам бы очень хотелось, чтобы модель вот так вот не была посредине этой сетки. Сетка вот. Видите сетку? А как бы стояла на ней, то есть стояла на земле. Для этого я выделяю объект, нажимаю вот на гаечный ключик, аналогичный нажатию меню Tools. И тут должна быть команда PutOnGround. В переводе с английского поставить на землю. Вполне очевидно, что она делает. Мы поставили модель на землю. Пожалуйста. Пожалуйста.